На южной границе США задержаны иммигранты, связанные с террористами ИГИЛ. Как в Техасе действует самый крупный мексиканский наркокартель. Власти Нью-Йорка больше не защищают нелегалов. Держатели Green Card могут получить гражданство всего за три недели. И бесплатное обучение в университетах Бостона. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет, я Денис Чередов и смотрите рубрику «Надо валить» на ютуб-канале Бюро. Но вот здесь мы обсуждаем только самые важные и актуальные проблемы иммиграции. Ну и, конечно, темы вопросов у иммигрантов, как обычно, много. Поэтому не тратим время зря. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Еще напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, какие темы иммиграции вы бы хотели обсудить. Ну и, конечно же, дождитесь ответа на свой вопрос. Также задавать вопросы вы можете в ленте комментариев к этому видео. А я напомню всем, что наши обзоры о том, что на самом деле происходит в Америке, выходят вечером по Нью-Йорку. Так что не пропустите. А пока мы начинаем именно этот выпуск. Ну а начинаем мы, как обычно, с новостей. Итак, в Техасе арестованы двое лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля. Подозреваемые базировались в техасском городе Эль-Пасо. Именно там и были арестованы Исмаэль Самодан и Гусман Лопес. Они были руководителями самого крупного наркокартеля Мексики. Причем полицейским удалось найти и задержать сына известного мафиози Эль-Чапо. Он сейчас отбывает пожизненный срок в американской тюрьме. За информацию о лидерах наркокартеля ФБР даже предлагало вознаграждение до 15 миллионов долларов. Ну вот неизвестно, получил ли кто-то такое вознаграждение. Добавлю, что этот мексиканский картель поставляет США большинство наркотиков. Нелегальные иммигранты больше не чувствуют себя в безопасности в так называемых городах-убежищах, которыми руководят мэры-демократы. Ну вот возьмем, например, Нью-Йорк. Если раньше здесь полиция отказывалась выдавать нелегалов федеральным иммиграционным властям, то теперь сотрудники NYPD все чаще ищут возможности найти контакт с иммиграционной полицией, то есть АЭС. Ну вот об этом сообщает канал NBC. Как утверждают журналисты, ссылаясь на свои источники, власти некоторых демократических городов теперь сообщают федеральной полиции АЭС об освобождении нелегальных иммигрантов из тюрем. Но в основном речь идет о тех, кто совершил насильственные преступления. Но все же в том же Нью-Йорке продолжают пребывать иммигранты, в том числе и без документов. На них из городского бюджета тратятся миллионы долларов. Например, Нью-Йорк на иммигрантов ежедневно тратит около 10 миллионов долларов. На южной границе задержали несколько палестинских иммигрантов. Пограничники подозревают этих людей в том, что они связаны с террористами. В телефоне одного из задержанных нашли даже фотографии с оружием. При этом офицеры пограничной службы сообщили журналистам, что их ресурсов не хватает, чтобы досконально проверять задержанных. У ведомства, как оказалось, нет доступа ко многим международным базам данных. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и пишите, конечно же, комментарии и ваши вопросы. Под этим видео мы продолжаем. В редакцию YouTube-канала Бюро обратилась наша подписчица из Джорджии, Надежда Николс. Вот в начале года Надежда успешно сдала тест на гражданство. Тогда же на экзамене уже другой офицер по громкой связи задал женщине уточняющий вопрос. И он уже касался пересечения мексиканской границы членов семьи Надежды. Действительно, женщину вместе с супругом перевезли на машине из Мексики в США своих родных. И здесь уже в Америке их встретили пограничники. Сейчас сын Надежды и другие члены семьи уже получили первые документы в статусе просителей убежища. После всей этой истории офицер на собеседовании о получении гражданства сообщил Надежде, что окончательное решение служба вынесет через 120 дней. Однако до сих пор никакого ответа Надежда так и не получила. Давайте разбираться. Из Джорджии к нам прямо сейчас присоединяется сама Надежда Николс. И сегодня вместе с нами эмиграционный адвокат Алина Кац. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Надежда, правильно ли я пересказал вашу историю? Вы можете сейчас Алине задать свой первый вопрос. Спасибо. Да, всё правильно. И мой вопрос, Алина, к вам будет такой. Нужно ли мне что-то предпринимать? И встречались ли вам такие прецеденты до этого? То есть, может быть, у кого-то была такая же ситуация? Да, смотрите, на сегодняшний день ничего особенного сделать уже не можете. Осталось дожидаться ответа от эмиграционной службы. Вы, безусловно, можете делать запросы, продолжать делать запросы и узнавать, собственно, на какой стадии ваше дело. Вы можете обратиться к конгрессмену, вы можете взять даже обдусман реквест. Но проблема остаётся та же самая. Дело в том, что перевозить… Это не то, чтобы была нелегальная перевозка, но они могут рассмотреть это как смагглинг. То есть, когда вы людей подвозите к границе, это считается нелегальным действием. И потенциально они могут вам из-за этого не дать гражданство. Ну, я была в курсе, просто мой муж сказал, что нужно их спасать, и надо их привезти на границу и сдать офицерам. Да, я понимаю. Потому что, если вы делали расследование, то нет установленного срока. Это расследование может длиться достаточно долгий период времени. Поэтому у вас нет сроков 90 дней, 120 дней, 180 дней и так далее. К сожалению, подобные ситуации занимают так долго, как займёт их инвестигейшн. То есть, то, что они написали 120 дней, это не имеет значения? Это, да, стандартная цифра, стандартное количество дней, которые они обычно дают на нотис. Но на самом деле, опять же, если ваш кейс взяли под инвестигейшн, то это может длиться… Опять же, я не хочу вас пугать, но иногда это длится годами. Ну, то есть, я могу обратиться к конгрессмену или обус-вумену, есть? Вы можете обратиться к конгрессмену, вы можете сделать обус-ман-реквест, но, если честно, я бы в вашей ситуации не форсировала события, потому что то, что вы сделали, это было противозаконно. И, опять же, к сожалению, это может повлиять на ваше получение гражданства, а также даже на вашу грин-карту. А вот тогда у меня дополнительный вопрос. Я поняла, что не надо форсировать и ждать. У меня такой вопрос. Я, конечно, это всё сделала ради сына, это гражданство. То есть у меня муж американец, это была его инициатива помочь сыну спасти семью. И, конечно, я буду ждать. Но у меня такая задача — подать на воссоединение сына. Могу ли я подать на воссоединение через грин-карту, если мне в гражданстве откажут? Если сын у вас не в браке, то грин-карт-холдеры могут подавать на взрослых детей. Дело в том, что если ваш сын пересёк границу, даже получил пароль, то что вы подадите на него семейную петицию, никоим образом ему не поможет. Потому что чтобы пройти по воссоединению, например, с мамой, неважно, у вас ли у вас гражданка, он должен быть всё время в статусе. Но пока он как бы в статусе. Пока. В каком статусе? Ну, ожидание решения политического убежища. У него суд в декабре. Да, это не статус. Это легальное пребывание на территории США в ожидании решения по делу. Но статуса это не даёт. Поэтому, к сожалению, ваша семейная петиция, вне зависимости от того, в каком вы будете в статусе грин-карт-холдера или гражданка, никоим образом не поможет. То есть даже если я получу гражданство, я не могу подать на воссоединение? Можете подать, но он не сможет получить грин-карту через эту петицию. А, и какой у меня тогда сейчас выход? То есть вариантов нет никаких для подачи петиции? У него выход — выиграть его дело по убежищу. А, поняла. И тогда я могу подать на воссоединение, да? А ему воссоединение не нужно, потому что он получит грин-карту через выигранное дело. А, да, да, всё правильно. И я вам очень благодарна за ответы. Денис. Спасибо вам огромное. Надежда Николс была вместе с нами из штата Джорджия. Вот придётся всё-таки Надежде ждать ответа, вот какого-то результата какого-то расследования, да, в иммиграционной службе именно после экзамена и теста на гражданство. Так что в любом случае вам необходимо, не знаю, сколько времени, да, на это всё понадобится, но необходимо время. Но ваш сын, так как подал, да, все правильные документы, в любом случае, если он выиграет дело по убежищу, он обязательно получит здесь легальный уже, да, статус такой основной и будет жить в Соединённых Штатах. Спасибо, что обратились к нам. Очень интересный вопрос был от вас и такая необычная ситуация, потому что многие сейчас тоже говорят о том, что вот пересечение границы и помощь тем людям, которые переходят границу через Мексику, что их потом ожидает в будущем. Ну вот видим, что проблемы всё равно могут возникнуть на вашем примере. Спасибо вам большое. Надежда Николс была вместе с нами. Берегите себя и удачи вам. Ну а мы продолжаем. Спасибо, что смотрите нас. Не забудьте поставить лайк этому видео и пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте свои вопросы. Ещё есть несколько новостей. Держатели Green Card, которые имеют право на получение гражданства, сейчас могут получить американский паспорт всего за три недели. Об этом сообщают сразу несколько правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch. Ну вот, как отмечают правозащитники, сейчас иммиграционная служба настроена оптимистично к держателям Green Card, которые прямо сейчас могут подать форму N-400, ну и получить в будущем гражданство. Прежде всего, это связано с предстоящими выборами президента. Но вот таким образом власти США делают всё возможное, чтобы в стране появилось больше граждан, у которых есть право проголосовать 4 ноября. Ну а вы, кстати, делитесь в комментариях своим опытом. Если получали гражданство совсем недавно, сколько времени у вас занял весь процесс, вот интересно будет узнать об этом именно от вас. Так что заранее вас благодарю. Один из самых известных университетов Бостона объявил набор учащихся. Студенты, в том числе и иностранные, могут подать заявку на обучение в университете Симонса. Ну, конечно, там необходимо будет пройти конкурсный отбор. Стимпендия присуждается на весь четырехлетний период обучения на очном отделении и заменяет любые ранее присужденные академические стипендии. Ну вот, важными критериями отбора служит активное участие кандидатов в жизни сообщества через волонтерство, лидерство и другие формы вовлеченности. Заявки необходимо подать до 1 декабря, так что время еще есть. Ну а ссылку на эту программу обучения мы оставим в описании к этому видео. Спасибо, что смотрите нас. Не забывайте про лайки. Прямо сейчас переходим к вашим вопросам. Их достаточно много, которые вы отправили нам вопросы заранее. Первый вопрос сегодня у нас от Алексея. Он спрашивает, можно ли рассказать поподробнее о форме 246, с помощью которой знакомые Алексея подали на отсрочку о депортации, если решение о депортации уже вынесено. Правда ли, что такая форма работает и что это за форма? Алина, расскажите, пожалуйста. Да, есть такая форма для тех, кто уже получил приказ о депортации. И у них есть определенные проблемы со здоровьем или другая, hardship, из-за которой они не могут быть депортированы прямо здесь и сейчас. Можно заполнить эту форму и попросить АИС не совершать самодействия депортации, потому что по документам они уже считаются депортированными, не совершая саму физическую депортацию из страны. И обычно сроки определяют АИС, определяют ДИЧС, они сами решают соглашаться на это или нет, и как долго вот эта отсрочка депортации будет. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос у нас от Ольги Исаковой. Вопрос очень интересный, быть может кто-то тоже столкнется с такой проблемой. Со второй попытки получила визу в посольстве в Азербайджане, подала на визу документы как гражданка России. Там же в Азербайджане был отказ еще в начале года, ну первый, да, и во второй раз все-таки визу дали. Теперь собираюсь прилететь в Лос-Анджелес, но очень боюсь дополнительной проверки в аэропорту. Можно ли как-то к ней подготовиться, на что стоит обратить внимание, потому что многие пишут о том, что могут отвезти в отдельную комнату какую-то офицеры-пограничники и задать какие-то неудобные вопросы. Подскажите, нужно, как к этому можно подготовиться? Ну, на самом деле подготовиться, ну, на самом деле подготовиться в принципе особо никакого способа нет, просто вы когда прилетаете по туристической визе, вы должны доказать и объяснить иммиграционному офицеру, и сегодня возникают сомнения, что ваше намерение именно туристическое, что вы приезжаете на короткий период времени, и, соответственно, по истечению разрешённого периода пребывания в США вы планируете уехать. То есть основные проблемы у тех, кто приезжает по туристическим визам, это только то, если у офицера возникает сомнение, что намерение есть остаться, и вот тогда, собственно, могут допрашивать. Также, естественно, если были совершены преступления на территории каких-либо стран, если вы провозите какие-то запрещённые продукты, например, так, в принципе, проблем не должно быть, но если будут задать вопросы, отвечайте честно на вопросы, как есть. Спасибо большое. Следующий вопрос от Кирилла. Он пишет о том, что у меня гражданское дело в суде по определению долей, не знаю, про что здесь идёт речь. Ну вот, ответчика владельца доли мама увезла в Америку в начале 90-х совсем маленьким. Его мама вышла замуж за гражданина США, и он усыновил его. Я могу через вас получить документ, где будет указана дата усыновления, или этот вопрос лучше задать другим специалистам? Значит, во-первых, эта информация не будет открытой, не находится в открытом доступе. Безусловно, вопрос не относится к иммиграционному праву, но я предполагаю, что эту информацию можно получить только участники в собственном процессе усыновления. То есть это отец ребёнка, это мама ребёнка и, собственно, сам человек, которого усыновили. Поэтому я очень сомневаюсь, что кто-то вам выдаст эту информацию. Спасибо. Следующий вопрос. Очень интересно на самом деле, потому что многие в Соединённых Штатах эмигранты, в первую очередь, дожидаются конкретных документов и, конечно же, гражданства. И так складываются обстоятельства, что иногда нарушают разные правила и законы. И вот Сергей пишет, что он был осуждён за вождение в нетрезвом виде. Через какой срок он может подать на гражданство, чтобы у офицеров не было никаких вопросов по этому правонарушению? Обычно это 5 лет после финального решения суда или, если было предписано с судом выполнение определенных работ или можно будет в рехаб записаться, то есть пост по исполнению предписания суда. После этого мы отчитываем 5 лет и тогда можно подавать на гражданство. Но вы всё равно должны доказать, что вы изменились в лучшую сторону и у вас есть в наличии good moral character, потому что это необходимо для получения гражданства. Следующий вопрос от пары из России, которая уже находится в Соединённых Штатах, получает убежище. В 589-й форуме пишут нам молодые люди. Есть часть СИВ, в которой нужно ответить на вопрос номер 6. Совершали ли вы преступления на территории США, включая миграционные нарушения? Если человек работал без разрешения на работу, он должен ответить да, отвечая на этот вопрос. Если он проехал с телефоном в руке, за что получил штраф от полицейского уже в Америке, естественно, то тоже лучше ответить да. Как поступить вот в таких ситуациях, когда ты сомневаешься, как правильно ответить? Ну, нужно чётко дифференцировать уголовные преступления, которые связаны с нарушением уголовного закона и миграционные нарушения, также административного характера. Если то, что вы сделали, это относится к уголовным нарушениям, например, если вам выдали тикет за то, что вы ввели машину с телефоном в руке, и вам нужно, например, идти в уголовный суд, так вы можете понять, что это относится к уголовному праву. Если у вас идёт хиринг, допустим, слушание, да, будет в административном суде, вы понимаете, что это не относится к уголовному праву, а значит, вы уже можете об этом не писать. То, что касается миграционных нарушений, безусловно, работая без права на работу, вы нарушаете закон, поэтому обычно мы об этом пишем и мы объясняем, собственно, почему так произошло. И второе, кстати, пересечение границы без использования положения CBP тоже является нарушением закона. То есть на этот вопрос, да, да, можно отвечать? Да, то есть если вопрос стоит таким образом, что совершали ли вы преступления или иммиграционные нарушения, то ответ, да, и дальше нужно объяснить, что конкретно происходит. Да, благодарю за уточнение. Вот следующий вопрос от Кристины Лимович. Живёт Кристина в Чикаго. Подскажите, может ли моя мама приехать по турвизе, пока её Ай-130 форма находится на рассмотрении? А также может ли она приехать на интервью в США, если проживает в России, ну, а здесь остаться на много месяцев не может? Не будет ли это проблемой на границе, ну, и в будущем не будут ли возникать какие-то проблемы? Значит, в теории она может ездить по визе, пока 130 в процессе, безусловно, на границе и могут задать вопросы, собственно, сказать, вот у вас 130 в процессе, у вас явно есть иммиграционные намерения, как же вы приезжаете по туристической визе? И она должна будет объяснить, что, собственно, на краткосрочной поездке она не планирует здесь оставаться, она просто ждёт, пока 130 будет одобрена. Что касается получения грин-карты на территории США, это только тогда, когда, собственно, подойдёт очередь подавать на грин-карту, если в этот момент она оказывается на территории США, то можно подать на 485. Также, если, когда мы говорим о ситуациях, что граждане, дети подают на родителей, в принципе, даже если родители остаются здесь в период времени какой-то вне разрешённого пребывания, то это обычно упрощается. То есть это одна из тех категорий, которым, несмотря на задержку, нарушение визового режима, туристического, в дальнейшем у них не будет проблем в получении грин-карты, когда вы соединяете со своими детьми и гражданами. Спасибо большое. Да, и ещё вот есть вопрос, тёска мой написала, Денис пишет, кто проходил медосмотр на грин-карту внутри страны в Нью-Йорке, отзовитесь. Ну, может быть, кто-то всё-таки Денису в комментариях здесь ответит. Подойдёт ли, спрашивая Денису, у вас тест на туберкулёз, который был сдан ещё полтора года назад? Или нужен всё-таки свежий результат? И какие анализы ещё необходимо сдавать вот на данный момент для тех, кто получает грин-карту? Ну, в Нью-Йорке или, может быть, в другом городе есть ли тут разница? Да, обычно доктора, которые проводят медицинское обследование для иммиграционной службы, они все тесты делают сами, включая тест на туберкулёз. Если он выходит положительный, то потом нужно также сделать X-ray рентген. Соответственно, вы можете принести им все доказательства каких-либо прививок, которые вы делали, тестов, и врач, которые связаны с иммиграционной службой, они решат, собственно, принимать эти результаты или нет, но чаще всего они делают все тесты сами. То есть главная задача вот те, кто планирует проходить вот эту медкомиссию, обратиться просто к лицензированному, я не знаю, там сертифицированному, я не знаю, там сертифицированному. Есть определённые медицинские офисы, которые сотрудничают с иммиграционной службой, есть список этих офисов на сайте USS, и, соответственно, когда они подписывают форму специально-медицинскую, у них есть разрешение от иммиграционной службы, они это кладут в конверт, запечатывают, и вы этот конверт не можете открыть. То есть вы просто передадите иммиграционной службе запечатанный конверт, который вам дал определённый специалист. Да, благодарю. Если у кого-то есть, вот, кстати, дополнительный вопрос по поводу прохождения различных анализов, вот там, медкомиссии, если можно, да, это так правильно назвать, задавайте эти вопросы, можно задавать здесь в комментариях, ну а если вы не хотите так публично о себе рассказывать, то обязательно напишите нам на почту. Есть ещё вопросы, которые мы уже оставим на наш следующий выпуск, нашей рубрики «Надо валить», а сегодня мы благодарим за участие иммиграционного адвоката Алину Кацца. Алина, огромное спасибо вам и увидимся в следующий раз. Да, до новых встреч, всего хорошего. Ну а я Денис Чередов, благодарю всех, кто смотрит рубрику «Нашу надо валить» на YouTube-канале Беронна. Спасибо вам огромное за лайки и за ваши комментарии. Вы можете связаться с нами в любое время, но и не пропустите наш вечерний эфир, обзор о том, что на самом деле происходит в Америке. Спасибо вам огромное и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова